Захват новых территорий – главная и определяющая цель любой империи. Несколько столетий захватнических войн и колонизации соседних территорий и народов – это суть российской истории. Бескровным или добровольным этот процесс не был никогда. Новые порядки в колониях устанавливали силой, иногда вырезая целые города и села. Территории вообще новгородские земли были крупнейшими. Так вот, сначала силой заставил подчиниться Новгород, а еще по прошествии какого-то времени, уже в эпоху Ивана Грозного, что опять-таки немножко деликатно, наверное, называется «Новгородский погром», это было полностью вырезано население, а те, кто каким-то чуждым выжил, были депортированы. И Великий Новгород, вот эта вот знаменитая новгородская вольница, на этом прекратила свое существование вообще. Выживших заставляли забыть веру, историю и традиции своего народа. Они должны были стать покорными рабами государя. Впрочем, не гражданами, а рабами были и сами русские. Жесткая вертикаль власти не признавала инакомыслящих и инаковерующих. Представителям других народов империи, например, украинцам запрещали обучаться на родном языке. Непокорных наказывали, лишали имущества, судили и отправляли кого в ссылку, кого в тюрьму, а кого на каторгу. Священный Синод предписывал местным церковникам приводить в православие так называемых раскольников, например, староверов, а также представителей других религий. Дискриминация по национальному или религиозному признаку была обыденным явлением в России. Веками власть создавала культ силы и царя. Демократические институты, гражданское общество, которое активно формировалось в европейских государствах, не приживалось на российской почве. А стремление к постоянному завоеванию новых территорий и развязыванию войн в империи воспринимали как естественный процесс. Исторически так сложилось, к несчастью и для России, и для ее соседей, что после смерти государя успешность его правления оценилась только по одному признаку. Приросла Россия землицей? Вот увеличилась ее территория или нет? Вот Иван Грозный, например. Да, вот ведь Казань-то взял, неважно, что опричнино, что убивал десятки тысяч своих собственных сограждан, что митрополита Филиппа главу православной церкви приказал убить. Неважно, зато вот молодец. Землицей-то приросло, родное отечество. Ну или вот Сталин второй такой же жуткий пример, людоед, десятки миллионов смертей на его совести. Советский Союз, вопреки записанному в Конституции равноправию союзных республик, в полной мере унаследовал имперскую политику и имперские же аппетиты. Культ вождя, жестокие преследования так называемых буржуазных националистов, инакомыслящих и инаковерующих внутри государства и стремление захватить новые территории. СССР в 1939 году развязал войну против Финляндии. Когда-то отказалось идти на территориальные уступки. Другой пример – оккупация стран Балтии в июне 1940 года. Стратегическую, наверное, ошибку, которую сделал Советский Союз, когда он аннексировал Балтийские республики. И тем самым ввел в свой состав вот эти три республики – Литву, Латвию и Эстонию, которые потом в конце 80-х годов прошлого века стали и передовыми республиками, и которые как бы потолкнули потом другие республики, включая и Украину, к тому, чтобы отойти от Советского Союза, в результате чего Союз потом распался. СССР принимал участие в десятках локальных вооруженных конфликтов. Самая крупная война в Афганистане. Поражение в этой войне не стало прививкой от имперских амбиций, теперь уже Российской Федерации. Приднестровье, Абхазия, Чечня. А в 2014-м Москва развязала войну против Украины. Можно, например, проследить некую параллель между вот этой аннексией прибалтийских стран при Сталине и сегодняшними аннексиями. И вот тоже этим стремлением просто расширяться через некие такие народные республики, частично вот эти коммунистические сателлитные государства, которые создавались в советский период. Они тоже назывались народными республиками. И в целом импульс такой общий, который прослеживается в течение нескольких столетий. За имперские амбиции Кремля всегда платят россияне. С начала полномасштабного вторжения более 126 тысяч российских военных погибли в Украине. Значительная их доля – представители национальных меньшинств. Около миллиона россиян покинули свою страну, уехали от мобилизаций и репрессий. А после победы Украины в войне, развязанной Россией, практически неизбежен крах режима, говорят эксперты. Это значит, что рухнет тот самый культ силы и царя, который выращивали в россиянах веками. Вполне вероятными сценариями в этом случае будут гражданская война и распад федерации. Самое очевидное – это, наверное, Калининградская область, которая отделена от Российской Федерации и окружена странами Европейского Союза. Это касается, конечно, национальных республик, в первую очередь северо-кавказских. Но это может и коснуться российских областей, которые не имеют там какую-то отдельную титульную нацию, которые могут в определенных условиях прийти к заключению, что им будет лучше и легче жить отдельно от Российской Федерации. Влада Цуркан для телеканала Freedom.